Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и демоцификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силы. Вместе с тем мы слышим, что в последнее время на Западе все чаще звучат слова о том, что подписанные советским тоталитарным режимом документы, закрепляющие итоги Второй мировой войны, не следует уже и выполнять. Ну что же, что ответить на это? История, которую я хочу вам рассказать сегодня, довольно запутанная и давняя. Она начинается в Лужниках почти 30 лет назад. Советская империя рухнула, и в Москве судьба сводит трех человек, которые вместе начали бизнес. Первый – уроженец Молдавского Кишинева, выпускник экономического факультета МГУ Александр Бабаков. Сейчас Бабаков работает депутатом и заместителем председателя Государственной Думы. Он один из лидеров партии «Справедливая Россия». Второй – уроженец украинского Харькова Евгений Гинер. К развалу советов он получил уголовное дело за хищение государственной собственности в крупных размерах и решил скрываться в Москве. Его вы можете знать как президента и совладельца футбольного клуба ЦСКА. Кроме того, Гинер вместе с Ростехом ведет совместный бизнес, владея компанией «Технопромэкспорт». Арсенал нам не забил! Это Гинер все купил! А третий был уроженец Рязанской области Михаил Воеводин, более известный как Миша Лужнецкий. Криминальный авторитет, как принято говорить. Сейчас, как сообщают источники передачи схемы, разыскивается Интерполом. Именно этих троих судьба свела для совместного бизнеса. Им удалось взять под контроль крупнейший московский рынок, который в 90-е стихийно возник у стадиона «Лужники». Рязанской области «Технопромэкспорт». СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Именно так появилась так называемая Лужниковская ОПГ. Организованная преступная группа. И это ее лидеры. Степаныч пошел по коридору. Бабки делать надо. Бабки делать надо. Бабки делать надо. И люди бабки делали. Но для стабильности нужна была политическая защита. И в 2003 году Александр Бабаков присоединился к Национал-социалистической партии Родина и стал депутатом Государственной Думы. Спустя три года Бабаков возглавил партию после скандальной отставки Рогозина из-за нацистского предвыборного ролика. Понаехали тут. Подними. Выбери с собой. Ты русский язык. Понимаешь? Очистим наш город. Тогда же партия Родина стала создателем нового объединения. Партия Справедливая Россия. А Бабаков одним из ее лидеров. Но в 2011 году из-за внутренних конфликтов Бабаков заявил о выходе и как лидер оппозиции отправился в единую Россию. В 2012 году Путин назначает Бабакова своим спецпредставителем по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом. И так депутат втягивается в международные отношения. Наши НКО, институты гуманитарного развития и объединения соотечественников за рубежом должны быть серьезно укреплены и поддержаны российским государством. Чтобы они ощущали свою востребованность со стороны нашего отечества. На фоне разворачивающих событий наша прежняя скромность и застенчивость выглядит сегодня очень странно и мы должны отойти от этого. Но к этой роли Бабакова мы еще вернемся. В 2014 году Бабаков, как и другие депутаты поддержали военный захват Крыма и Донбасса. А в 2016 году он пересел в кресло сенатора. В 2021 вернулся в Государственную Думу снова вместе с партией Справедливая Россия и с так называемой оппозицией во власти обратно. Как многолетний депутат и сенатор Бабаков обязан каждый год отчитываться о своих доходах. И он гол как сокол. Даже жилья своего нет. Но зачем оно ему, когда у него есть такие друзья, как Гиннер и Воеводин, родственники и номиналы? Машин на им жены, дач на мое имя ничего у тебя нет. Ты голодранец. Например, для владения бизнесом партнеры не стеснялись привлекать своих жен. Ирина Бабакова и Наталья Селиванова. Супруги Михаила Воеводина и Александра Бабакова до 2011 года владели компанией «Запад ИК». Позже ее переписали на белийский офшор. Изучать европейские активы Бабакова и его партнеров мы начнем с Украины. Начиная с 2001 года, группа Бабакова скупает в Украине энергетические компании. В их руках в разные годы находились областные энергетические компании в Киеве, Одессе, Херсоне, Севастополе, Ровно, Кропивницком, Черновцах и в Житомире. Все эти компании работают под вывеской VC Energy. И после захвата Крыма, Донецка и Луганска этот украинский бизнес пришлось переписать на одноименную латвийскую компанию. После возобновления войны с Украиной в этом году компания VC Energy начала утверждать, что Гиннер перестал быть ее акционером еще в 2014 году. А компания осуждает войну и заявляет, что финансирует вооруженные силы Украины и волонтеров. Как заявляют в компании, VC Energy перечислила и закупила оборудование для украинской армии на 51 миллион гривен. Похвально, но это лишь часть правды. Бенефицарами латвийской VC Energy и голландской VC Energy International, через которые группа владеет активами в Украине, являются трое граждан Латвии и двое граждан Германии. Давайте разбираться, кто же они. В 2016 году, благодаря Панамскому досье, стало известно, что депутат Бабаков владел до 2011 года офшором на британских Виргинских островах. А позже он переписал его на дочь Ольгу. А Михаил Воеводин владел другим офшором, который в 2011 году передал Евгению Гиннеру. И обе эти компании управлялись латвийской компанией. Ее сотрудниками как раз были Виллис Дамбиндж и Валдс Вигганс, текущие бенефициары VC Energy. Благодаря нашим латвийским коллегам из издания ReBaltic удалось узнать, что Дамбиндж в 2016 году встретился с депутатом Европейского парламента Жан-Люком Шофхаузером, чтобы обсудить вопросы кредитования французской партии «Национальный фронт», которую возглавляет Мари Лепен. Шофхаузер признал, что Дамбиндж действовал по инструкции полученной от Александра Бабакова. Спустя полгода Дамбиндж встретился в Париже с еще одним депутатом от Национального фронта. В своем письме ReBaltic финансовый управляющий заявил, что не принимал участие в операциях от лица Бабакова, а Бабаков и связанные с ним компании не являются клиентами латыша. Но как удалось установить ReBaltic, компания Дамбинджа перечислила 250 тысяч евро компании, которая была аффилирована с французским депутатом. Депутат получения денег признал. Ну а третий латыш, Альберс Артус, работает старшим юристом в компании, которую возглавляет Виллис Дамбиндж. Теперь перейдем к гражданам Германии, которые также владеют по 20% VC Energy. Первый – Олег Сизерман, человек, который с начала 90-х управляет сетью игровых залов в Берлине. Однорукие бандиты там легальны и нередко используются для отмывания денег. А еще Сизерман вместе с Михаилом Воеводиным много лет управлял компанией, которая принадлежала Евгению Гиннеру. Вторая гражданка Германии – Марина Ярославская. Смотрим документ от марта 2008 года. Вот Владимир Путин принял выход из гражданства России Ярославской Марины Владимировны с дочерью Гиннеры Юлией. Это супруга Евгения Гиннера. Но, может быть, Марина Владимировна уехала жить в Германию да разорвала все отношения? Нет. Вот в 2021 году Ярославская оформляла себе ковидный пропуск в Москве, чтобы приехать с дачи домой и обратно. Дача – это дом Евгения Гиннера в поселке Акулинино, где по соседству с ним живут Якунин, Чемизов, Артиков, Варданян и Аркадий Ротенберг. Подведем небольшой итог. Украинская компания VC Energy, в которой нет русских акционеров, после захвата Донецка, Луганска и Крыма принадлежит людям, которые работали на Бабакова, партнеру Воеводина и Гиннера и лично жене Евгения Гиннера. Компания, чтобы избежать национализации, заявляет, что поддерживает Украину и осуждает Россию, а ее истинные бенефициары поддерживают захват Украины. На Наталью Селиванову, супругу Михаила Воеводина, в Украине также записано владение шикарным отелем в центре Киева и доля завода в Днепро Спецсталь, в Запорожье. Евгений Гиннер контролирует Первый инвестиционный банк и прямо сейчас пытается его продать. А этот ялтинский отель «Арианда» перешел во владение группе уже в российской юрисдикции вместе с аннексией Крыма, за которую голосовал Бабаков. В мае этого года Государственное бюро расследований Украины заявило о начале досудебного расследования деятельности в отношении группы Бабакова. В 2004 году в интервью издания «Украинская правда» Дмитрий Рогозин так характеризовал отношения депутата Бабакова с Украиной. Цитата. «Александр Михайлович – большой патриот Украины, кстати говоря, и был спорщиком со мной в разных дискуссионных вопросах относительно Украины. Он, по-моему, больше проводит времени в Киеве, а не в Москве». В 2004 году во время Первого Майдана Бабаков сделал ставку не на Януковича, а на Ющенко. И Дмитрию Рогозину пришлось померзнуть на трибуне протеста. Но перемещаемся на Запад. Почему компания группы Бабакова VC Energy так называется? Потому что приватизацией украинских электросетей они начинали заниматься с государственной словацкой компанией – восточно-словацкие электросети. К концу сделки госкомпания вышла из нее, а название так и осталось. Как обнаружили наши словацкие коллеги из исследовательского центра Яна Куцека, в 2003 году Александр Бабаков, его супруга Ирина, Михаил Воеводин и его жена Наталья Селиванова стали указывать один и тот же адрес проживания в городе Требишев. В том же году все они, за исключением Бабакова, получили гражданство Словакии за якобы значительный вклад в пользу Словацкой республики. Якобы бизнесмены спасли финансовое положение консервного завода в Требишеве, получили гражданство, а потом завод вернул деньги и все же был обанкрочен. До 2014 года Ирина Бабакова и Наталья Селиванова каждая владели по 20% в компании, которая занимается производством удобрений. Но после партнером осталось только Селиванова. Кстати, другая часть компании принадлежит трем Словакам, которые, как и в Латвии, скорее номинальные владельцы. Согласно публикации местных журналистов, компания Бабаковой и Селивановой получила кредит в 3 миллиона евро от компании Dartford Service Limited. По словам директора словацкой компании, этот займ предоставил Михаил Воеводин. Михаил Воеводин владеет пятью словацкими компаниями. Это солнечные электростанции в Словакии, которые активно пользуются государственными субсидиями. В 2016 году Селиванова и Воеводин купили квартиры на востоке Словакии. Но на звонке квартиры Воеводина вместо его фамилии находится фамилия номинального владельца их компании в Словакии. В 1999 году во Франции регистрируется компания. До 2009 года владельцем выступала британская компания, которую контролировал Александр Рене Горес. Еще не так давно Александр на своем сайте хвастался, что занимался приватизацией энергокомпаний в Украине и входил в совет футбольного клуба ЦСКА. В 2009 году контроль над французской компанией получает Ирина Бабакова, супруга депутата. А в 2013 году со владельцами становятся совершеннолетние дети депутата Бабакова Михаил и Ольга. Так что же записано на эту компанию? Вот это прекрасное шато в паре часов от Парижа. 11 гектаров земли, основной дом, бассейн, вспомогательные здания. Все это стоимостью не менее 11 миллионов евро. После начала войны шато было арестовано правительством Франции. Британская компания Гарретт Инвестмент значится владельцем 1% и директором французского шато Бабаковых. Номинальная компания с 2017 года записана на москвича Валерия Лукьянова, который в это время был директором компании ООО «Отраслевые инвестиции», где 40% лично принадлежало депутату Александру Бабакову. Если изучить отчетность британской компании, то можно узнать еще о двух компаниях, которым выдавались кредиты. Первая – мальтийская Константина Лимитед, которая, как узнали в Transparency International, выдавала кредит также связанной британской компанией Minimal Technology. Эта компания владела квартирой в 346 квадратных метров в ЖК «Ближняя дача в Москве», которая перешла во владение семьи Дмитрия Рогозина. Вторая связанная компания британская – Harry Court Service, которая сейчас принадлежит Вадиму Гиннеру, сыну Евгения. Но вернемся во Францию. В 2018 году Ольга Бабакова уведомила французский реестр, что сменила фамилию на «Ле Брэн». И тут мы перенесемся в 2016 год, когда в московском отеле «Украина» прошла свадьба под названием «Ривьера-экспресс». Поистине шикарная свадьба на три сотни гостей. Ну а невесту к алтарю, конечно, проводил отец – депутат Бабаков. Жених – Лоран Андре Роберт Жан Ле Брэн, гражданин Великобритании, согласно британскому реестру, проживающей в Бельгии. Сейчас Лоран – президент бельгийской компании с нетипичным названием «Сова Мир», а ранее представлялся руководителем компании «Принцесс Яхт Чартер», которая занимается прокатом яхт в Европе. Это на работе Бабаков воюет с НАТО, а в семейной жизни покупает во Францию недвижимость, да дочь выходит замуж за британца. Сам Бабаков призывает казнить граждан Великобритании, которые воевали за Украину, попали в плен и в так называемой Донецкой Народной Республике были приговорены к смертной казни. Все-таки они приехали не на экскурсию в Донецкой области, поэтому по совокупности преступлений, которые наверняка были доказаны, раз состоялся уже суд, уже есть решение, то, мне кажется, даже обсуждать много не стоит. Единственное, что следовало бы, наверное, довести это до логического завершения, как бы прискорбно ни звучало это с точки зрения человечности, но, учитывая те преступления, которые совершали не только они, но и многие другие со стороны Украины по отношению к мирным гражданам, да и по отношению, наверное, к тем, кто защищал мирных граждан Донецка и Луганска, то подобного рода наказания были бы хорошей иллюстрацией для всех тех, кто еще колеблется или рассматривает данную территорию как место развлечения. И послушаем еще одно короткое выступление, где Алексей Журавлев, которого в депутаты привел Бабаков, грозится ядерными ракетами разбомбить родственников Бабакова. Заключили, кстати говоря, соглашение, недавно рецифицировали на Государственной Думе, с Венесуэлой об использовании космоса. Ну, вы Украину используете против нас, а у нас Сармат тоже может летать через Венесуэлу, раз, и полетела. А мы тут ни при чем, мы скажем. Ну, просто у нас соглашение с Венесуэлой, как у вас соглашение о поставках оружия, а у нас тоже соглашение с Венесуэлой по космосу. Ну, полетел и полетел, мы тут при чем? Хотите так? Но вернемся во Францию. Кроме Бабакова, тут же недвижимость купила и семья граждан Израиля, Михаила Воеводина и Натальи Селивановой. Недалеко от Женевы, в провинции Дивон-Лебен, через две компании Селиванова владеет поместьем. Кроме жилого дома на участке находится конюшня и школа верховой езды. Недалеко есть еще один участок поскромнее. Один процент этих объектов через британскую компанию принадлежит Евгению Гиннеру. Еще одна французская компания тоже на 99% принадлежит Селивановой, а один процент – Вадиму Гиннеру, сыну Евгения, через британскую компанию. Этой компании принадлежит недвижимость на курорте Парадиске в альпийском местечке Арк-1800. Тут самая широкая сеть подъемников в округе. И тут самое время послушать выступление лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова вместе с депутатом Бабаковым. Вчера наша партия в стенах Государственной Думы, мы провели совет ветеранов боевых действий, которые единодушно поддержали нашу армию и нашу верховую орган-командующую по проведению специальной операции по демилитаризации и деноцификации Украины. Мы сделали специальное заявление, оно сегодня опубликовано. Также принято решение нашей партии о помощи тем, кто сегодня страдает от нацистской оккупации на Донбассе. И в этой связи мы объявляем сбор средств. Вот по этому номеру нужно набрать этот номер 3434, в сообщении набрать одним словом «доктор Лиза», «пробел» и любую сумму. Подведем небольшой итог. Полукриминальная группа заходит в российскую политику, зарабатывает и в России, и в Украине, вмешивается в политические процессы в Украине, Франции и США, в России голосует за развешивание ярлыков иностранных агентов, голосует за вооруженную агрессию в отношении Украины, переписывает свой украинский бизнес на номиналов. Номиналы жертвуют миллионы вооруженным силам Украины, чтобы бизнес не национализировали и уверяют, что связи с Россией не имеют. А на помощь гражданам Украины, чьи дома разбомбили российские военные, собирают деньги через СМС. Остановите войну!